Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Возросло число жертв Палестино-израильского конфликта. Сообщается, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа к этому часу погибли в общей сложности 139 человек. Среди жертв 39 детей. Больше тысячи пострадали. По последним данным, за время последнего обострения конфликта в Израиле погибли 8 человек. Напомню, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2000 ракет было выпущено по израильской территории. Тель-Авив также нанес сотни ракетных и авиаударов по сектору Газа. В Китае 12 человек погибли и больше 400 пострадали в результате торнадо. Непогода обрушилась на Ухань и Сучжоу в пятницу вечером. Скорость ветра достигала 24 метров в секунду. В результате пострадали жилые дома и офисные здания, повреждены линии электропередачи. В настоящее время в пострадавших населенных пунктах ведут восстановительные и спасательные работы. В Ухани экстремальные погодные условия продолжились в субботу сильными дождями. Отменили или перенесли больше 200 авиарейсов. Вокзал работает в ограниченном режиме. Ожидается, что непогода продлится все выходные. В Казани эвакуировали учеников и учителей 15 школ после сообщения о том, что они были заминированы. Сейчас каждое учебное заведение проверяют представители спецслужб. Напомню, ранее в городской гимназии номер 175 произошла стрельба. Бывший выпускник образовательного учреждения открыл огонь по ученикам, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Жертвами теракта стали семеро детей и двое взрослых. Пострадали в результате атаки свыше 20 человек. Казахстанские полицейские начали проверки в учреждениях образования после стрельбы в Казани. Они изучают оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками охранной сигнализации. Соответствующее поручение дал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Кроме этого, со следующей недели стражи порядка начнут проверку условий хранения оружия и боеприпасов у физических и юридических лиц, а также специализированных в магазинах. В Шемкенте продлили ограничительные меры на неопределенный срок. Об этом говорится в новом постановлении санврача. Таким образом, в мегаполисе сохраняют запреты на проведение массовых мероприятий. Это дни рождения, свадьбы, поминки и корпоративные вечера. Людям старше 65 лет настоятельно рекомендуют ограничить свои передвижения по городу. Также руководителю местного управления здравоохранения поручено продолжить вакцинацию медработников, педагогов и сотрудников силовых структур. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Свыше 3 миллионов погибших и 162 миллионов выявленных случаев в мире. Коронавирус не отпускает планету. Критически остается ситуация в Индии. За минувшие сутки в стране подтвердили больше 340 тысяч новых случаев COVID-19. Рост заболеваемости наблюдается и на Тайване. В ожидании ограничений жители стремятся запастись товарами. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Индии остается сложной. Число подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 24 миллиона. За минувшие сутки в Индии выявили больше 340 тысяч новых случаев коронавируса. Система здравоохранения страны перегружена. Больницы и палаты интенсивной терапии заполнены пациентами. Власти Индии пытаются сдержать рост ограничительными мерами. Благодаря введенному локдауну в Нью-Дели число заражений за месяц сократилось на 40%. Я зарегистрировался на портале вакцинации сразу, как только правительство открыло этот портал. Жду больше недели, когда смогу вакцинироваться. Неизвестно, вакцин не хватает. В Мадагаскаре стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Первые дозы препарата получат медицинские работники, военнослужащие и сотрудники социальных служб. Ожидается, что в сутки только один центр вакцинации сможет обслужить до 70 человек. Всего же на территории государства будет действовать больше 10 таких центров. На сегодня в Мадагаскаре подтверждено около 40 тысяч случаев COVID-19. Я думаю, что люди вакцинируются, чтобы остановить эпидемию коронавируса. Я тоже хочу принять в этом участие. В супермаркетах Тайбэя большие очереди. Люди спешат закупиться товарами первой необходимости на фоне роста числа зараженных COVID-19. В столице и ее окрестностях ввели запрет на проведение массовых мероприятий после того, как выявили около 180 новых случаев коронавируса. Отмечу, с начала эпидемии на Тайване подтвердилось около полутора тысяч случаев COVID-19. Ситуация в Польше более оптимистичная. Там впервые за 7 месяцев открылись бары и рестораны. Принимать гостей разрешено на открытом воздухе при заблюдении социальной дистанции. Напомню, из-за эпидемии коронавируса с прошлой осени заведения не работали, еду в ресторанах можно было заказать только на вынос. Наконец-то мы снова можем законно посещать бары. Это странное чувство. То, что раньше было нормой, стало чем-то необычным. Это приятно. Ослабление ограничительных мер в Польше проходит постепенно. Ожидается, что обедать в помещениях будет разрешено с 29 мая. Ассель Абдекалыкова, Хабар, 24. Экономический кризис в Грузии и, как следствие, рост цен практически на все, в том числе на топливо. Бензин в стране становится многим не по карману. Его стоимость практически сравнялась с показателями европейских стран. Юлия Тужилкина пыталась понять, почему в стране так взлетела стоимость ГСМ. Аналитики выделяют несколько причин повышения стоимости. К примеру, в 2017 году в стране появились новые стандарты. И акцизная плата за топливо повысилась вдвое. А основной причиной нынешнего скачка цен специалисты называют последствия пандемии. Среди которых высокий уровень инфляции. Ларри по отношению доллара, когда она неустойчивая и когда она, прямо скажем, непредсказуемая. От этого болеет экономика целиком, не только нефтепродуктов Грузии. Если Ларри, если будет продолжать она обесцениваться, пойдет цены опять. Как неплохо это. Как не это очень неприятно слышать нашим потребителям до пяти тетри еще ожидается. Потому что фон, финансовый фон и по всему миру ситуация такая. Подорожает там, подорожает у нас. Почему? Потому что мы полностью зависим от международных рынков. Соседняя Турция тоже переживает инфляцию. Но как индустриальная страна трудности переносит легче. В Грузии же, где нет нефти и перерабатывающих комплексов, при вялой экономике любое повышение топлива воспринимается остро. И серьезно бьет по карману население. Ну, естественно, это страшная вещь, конечно. Очень на наш бюджет ударяет сильно очень. Это очень влияет на нас. Я покупаю бензин, ежедневно продвигаюсь на автомобиле. Моя машина экономная и сильно не чувствую. Но, конечно, очень выросла цена. Специалисты утверждают, пока экономика не заработает в полную силу, цены на топливо будут расти. И, предположительно, в ближайшие две недели бензин может вновь подорожать. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили. Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Ярмарка выходного дня проходит в столице. Развернули торговые ряды в Сараркинском районе. Организаторы имени базара обещают радовать горожан каждую субботу и воскресенье низкими ценами и широким ассортиментом. Ирина Панфилова сходила на ярмарку и приценилась. Пустые ряды. С виду может показаться, что всю продукцию уже раскупили. На самом деле это только начало ярмарки. К слову, на часах уже 10. В это время торговля должна была открыться. Но продавцы, поставщики продукции до сих пор не приехали. Не до конца торговые ряды заполнили и к 11 утра. Жители столицы, между тем, спешили отовариться. Танаштык Хасенова живет неподалеку от места, где развернулась ярмарка. Говорит, закупилось хорошо, все свежее и далеко нести не надо. И конину мясу привезли, говяжье мясо привезли. И картошка, и лук, и морковь, все зелень и овощи. Капусту, помидор и яблоки покупаю уже. Большое спасибо. Цена нас устраивает. Жители, знаете, что этого района мы благодарны. Но первоначальная цена может быть дороговато. Но в последующем мы просим, конечно, снизили цену. Плодовощную продукцию на ярмарку привезли из Туркестанской области. Килограмм огурцов здесь можно купить за 600 тенге. От 450 до 800 варьируется цена на помидоры. 230 стоит кило картофеля. На 100 тенге дешевле лука. Столько же просят и за килограмм капусты. К слову, в некоторых палатках цена на кочаны на 30 тенге ниже. Некоторые товары сегодня пришли с опозданием, потому что люди везли их из других регионов. У нас есть меморандум на поставку продукции сельхозтоваропроизводителями Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областей. Что касается стоимости овощей, это первый урожай. На следующих ярмарках цены будут ниже. И обещаем, что везде будут ценники. Пока одни покупают овощи и фрукты, другие выстраивают очередь у мясной палатки. Канина сегодня пользовалась особым спросом у жителей столицы. Более того, в погоне за хорошим куском люди даже про социальную дистанцию забывали. По две пятьсот мяса, конечно, хаза по триста тысячи. Ну так сена обычная, вот как здесь сейчас данная рыжняя сена. Когда сапка будет, так она здесь. Потому что привез сейчас мало со стороны. Сезон-то зимы только вы их вышли. Популярной на ярмарке была и палатка, где продавали кмыс. По словам продавцов, оно и понятно. Продукция свежая и всего по тысяче за литр. Сметану на ярмарке можно приобрести за шестьсот шестьдесят. В шестьсот сенге обходится полкило творога. Что касается яиц, они тут, как и в магазинах, можно сказать, золотые. Пятьсот сенге за десяток. Я живу далеко, в районе вокзала. Я приехала, чтобы посмотреть цены. Думала, что здесь дешевле будет. А здесь? Здесь для меня высокие цены. Выбор надо побольше сделать, чтобы ассортимент был больше выбора. Чтобы люди брали все, что нравится им. Мел откупила, но ярмарки еще ничего нету сейчас. Но я думала, дешевле. Ну, как базар сена. Дешевле, чем на рынках и магазинах? Насчет рынка не знаю. На рынке давно не была. По сравнению с магазинами, я думаю, что на порядок ниже. Выбор как? Вы знаете, я особо не ходила. Вот увидела рыбку, подошла и потом пройдусь, посмотрю. Делать покупки можно не торопясь. По словам организаторов, торговля будет идти до вечера. Работать палатки должны в воскресенье. Теперь подобные ярмарки в Сараркинском районе будут проходить каждые выходные. Ирина Панфилова, Асхат Каракойшиев, Хабар 24. Посевная кампания стартовала в Акмолинской области. В этом году подзерновые культуры в регионе отвели свыше 4,5 миллионов гектаров земли. Если повезет с погодой, работы аграрии планируют завершить в первых числах июня. До 35 центнеров пшеницы с каждого гектара. Такой урожай собрали в товариществе Алексея Джейранова из села Каменка в прошлом году. В этом подзерновые отвели 14 тысяч гектаров. Аграрий рассчитывает на хорошие всходы. Поля подготовлены, ГСМ в достатке. Обновлена и сельхозтехника. В этом году мы вложение, инвест вложение сделали около 4 миллиардов тенге для сельского хозяйства. Это большое вложение. Купили 5 КамАЗов с прицепами, плюс 2 посевных комплекса. Вот один из них перед вами стоит. Это 700 тысяч долларов стоит. Обновляем технику. К нынешней посевной в регионе привлекли около 16 тысяч единиц техники. Почти 500 из них – новейшие селки и тракторы. Именно на них технику с высокой производительностью область делает ставку. Рассчитываем на оптимальные сроки. За 20 дней планируем полностью завершить посевную. В сутки по графику должны засеять в среднем до 230 тысяч гектаров. Уложиться в сроки поможет новая сельхозтехника. Рассчитываем на ее продуктивность. В целом в регионе больше 5 тысяч крупных агрохозяйств. Ежегодно растет и площадь посевных земель. В этом, к примеру, ее увеличили на 80 тысяч гектаров. Тамара Степанова, Райхан Дажибаева, Дамир Берекулы, Анатолий Поляны. Акмолинская область, Хабар-24. Аграрии Североказахстанской области в этом году планируют засеять зерновыми, масочными и кормовыми культурами свыше 4 миллионов гектаров сельхозплощадей. В весеннеполевых работах задействуют 13 тысяч тракторов и 1200 современных высокопроизводительных комплексов. Нургуль Ахметова побывала в одном из хозяйств региона. У североказахстанских хлеборобов началась горячая пора. Впереди несколько недель напряженной работы на полях. Хабай Муканов агрономом в селе Трудовом работает уже 30 лет. Он говорит, что каждый посевной сезон имеет свои особенности. И чтобы урожай выдался на славу, нужно еще с осени подготовить почву. Немало зависит и от качества семян. Поэтому прежде чем запустить первый посевной комплекс, земледельцы тщательно все проверяют. Все хлеборобы это тоже достойная профессия, достойная работа. Начиная от механизаторов, от этих. Мы все переживаем. Каждый год сельм и с волнением идем. Потому что это очень ответственно, что получит урожай. Так же все чувствуют это. Все рано встаем, переживаниями идем к этой посевной. Любой посевной. Одна другому она не похожа посевной. В этом году в хозяйстве Павла Леонова планируют засеять свыше 10 тысяч гектаров. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, овес, лен, кукурузу, горох. Заранее запаслись элитными высокопродуктивными семенами. На полях механизаторы будут трудиться круглосуточно, в несколько смен, чтобы успеть в рекомендуемые сроки. Благо рабочих рук в селе хватает. Механизаторы сами уже говорят, выйдем, давай выйдем пораньше. И главное, хорошая расценка, чтобы было, чтобы люди заработали. Эти вопросы мы уделяем большое внимание. И потому и людей сохранили. Люди с нашего округа не уезжают. Еще 20 свободных дома есть, прошлогодние, которые построили. Я жду, с юга должны приехать. Всего в Североказахстанской области посевная площадь составляет 4,3 миллиона гектаров. К весеннеполевым работам многие хозяйства уже приступили. В этом году аграрии почти в 2,5 раза увеличили посевы гречихи. Обновляют и семено. Материал хозяйствами закуплено 45 тысяч тонн семян. На проведение посевных работ для нашей области предусмотрено удешевленное дизельное топливо в объеме 68 тысяч тонн. В марте-апреле, согласно графику поставки, получено 37 тысяч тонн дизельного топлива, по которым уже заключены договора с сельхозтоваропроизводителями. В мае ожидается поставка порядка 30 тысяч тонн дизельного топлива. Конечная цена дизельного топлива составила 172 тенге за 1 литр. В этом году на развитие отрасли сельского хозяйства региону выделено свыше 45 миллиардов тенге. 17 из них планируют направить на сферу растениеводства. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Хабар-24, Североказахстанская область. Близи столицы прошли испытания первого казахстанского беспилотного летательного аппарата «Шагала». Он создан отечественными военными учеными. По словам специалистов, беспилотник не уступает по характеристикам зарубежным аналогам, а по цене в разы дешевле. Тем продолжат мои коллеги. ЧК снято. Готов. Считанные секунды «Шагала» уже в воздухе. Беспилотник готов выполнить поставленные перед ним задачи. Он должен стать одним из элементов разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов, которые сегодня применяются в казахстанской армии. За испытаниями наблюдает лично министр обороны Нурлан Ирмикбаев. По своим тактико-техническим характеристикам она нисколько не уступает мировым тактическим беспилотно-летательным аппаратам. И выражаю уверенность в том, что данный беспилотный летательный аппарат будет принят на вооружение и эксплуатироваться в интересах обеспечения военной безопасности нашей страны. Беспилотник «Шагала» был создан военными учеными Национального университета обороны. Он предназначен для разведки местности, способен находиться в воздухе непрерывно до двух часов и передавать координаты объектов оператору с высоты до 3,5 тысяч метров и на удалении до 30 километров. «Шагала» состоит из летательного аппарата и наземного сегмента и представляет собой оснащенную новейшей технологией систему. Это первый высокотехнологический продукт, полностью разработанный казахстанскими военными учеными. Его преимущество в собственном программном обеспечении. Аппарат имеет несколько степеней защиты. На сегодня «Шагала» находится на заключительном этапе испытаний. По оценкам специалистов, беспилотник продолжает показывать хорошие результаты при тестировании в самых разных климатических и географических условиях. Андрей Деменок, Хабар-24, Акмолинская область. Когда отсутствие статуса профессионального спортсмена не помеха для борьбы за суперкубок президента Казахстана. В столице стартовал турнир по футболу среди любителей. Соревнования такого формата проходят впервые. В них принимают участие 10 команд. Все они лидеры столичных любительских лиг. Выявлять сильнейшего будут два дня. Финальные игры намечены на завтра. Можно с уверенностью сказать, что это турнир, в котором участвуют лучшие любительские команды. Ведь в каждой такой лиге есть свои чемпионы. Вот мы и собрали их вместе. Сегодня участвуют по две лучшие команды из пяти лиг. В общей сложности это 10 команд. Матч сборных Казахстана и Беларуси по хоккею отменен из-за коронавируса. Инфекция обнаружена у одного из представителей отечественной делегации. Согласно действующим антиковидным правилам, он вместе с командой отправлен на 10-дневную самоизоляцию. Впрочем, самим хоккеистам разрешили продолжить тренировки для участия в других матчах. Напомню, матч между сборными Казахстана и Беларуси должен был носить товарищеский характер. Обе команды готовятся к выступлениям на чемпионате мира, который стартует в Латвии 21 мая. В столице стартовал турнир по волейболу среди представителей средств массовой информации. Соревнования подобного формата проходят впервые. Дебютный розыгрыш медиалегии посвящен памяти известного тележурналиста Нортлеу и Мангалиулы. В турнире принимают участие 8 команд. Победитель станет известен в конце июня, в день работника средств массовой информации. У нас есть некоторые условия. В частности, в каждой команде должно быть как минимум по две девушки и мужчина старше 40 лет. Эти правила внедрены для того, чтобы привлечь к занятиям спортом как можно больше людей. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин